Всем привет дорогие друзья! Сегодня среда где-то посередине всегда и вы давным-давно просили меня снять влог с американской школы, чтобы вот как раньше душевно классно все показать. Я решил почему бы и нет, но отчасти я записываю это видео и не поэтому скажу откровенно я влип. Но об этом чуть позже, сначала давайте доедем, погнали! Домочадцы мои с какого-то перепуха решили выключить зарядки вчера скейт, он просто посажен вообще в ноль, я обратно не доеду, даже не пристегиваю, бегу, потому что опаздываю. Слышите этот звук, это я опоздал. Мы с Эндрю вывели специальную схему, мы аирдропом отправляем практически всем, кто появляется в сети смешные фотки, пока стоим на ланче. Во-во-во, кто-то уже получил первую и Эндрю тоже готовится. У меня сегодня такая, оп, вот первый пошел. Смотрите, на химии сейчас занимаемся, подключаем батарейку с помощью фонарика. Они вообще не понимали, что я тут делаю, они думают, я ракету делаю, я тут даже вот такую штуку сделал. Они-то не знают, как в суровой СНГ мы красим без массы, как мы варим без защитных очков, как мы кипятим воду, засовывая два пальца в розетку одной руки, а два пальца второй руки кладем в воду, чтобы ее закипятить. Они не знают всю эту суровую правду, почему мы так с вами легко можем, например, подключить все к батарейке и сделать, чтобы она горела сейчас. Опа, они не знают, как мы голыми руками проводим электричество. Студенты. Как говорится, изолента даже для самого требовательного клиента. Вот так, они все в шоке, как я это смог, но вот, космические технологии. Врет он все. За неделю, неделю мы это делали, за один день я все сделал, а потом еще говорят сделать Америку great again, да? Смотрите, так он выглядит еще веселее. Вообще красота. Я решил увековечить свое творение и повесил его сразу сверху, максимально высоко. В общем-то, я думаю, вы поняли, что я попал под действие системы правосудия американских школ. Получил вот такое вот письмо счастья, которое было выписано прямо на уроке. Сейчас расскажу, что это. Тут написано, если читать чистокровным русским акцентом, что after school я получил detention. Тут пишут, где галочкой отмечается, что я сделал не так. Тут можно было быть плохо переодетым, хотя вы можете приходить в чем угодно, поэтому я не знаю, когда-либо кто-то мог получать. Например, не был внимателен на уроке, а я был. Есть еще, например, драка или что-нибудь такое, или, например, не участие в классе. Все это я делал, кроме одного из пунктов электроника. Об этом чуть попозже. Дальше пишется, кто выписал. У меня это преподавательница английского Кэмерон, и кому мне вот это, да не лупают. Так и выписали 7 марта. Вот прям в преддверии праздника, хотя отбывать мне его пришлось 13 марта, практически неделя. И дальше маленькая инструкция, что вот эти вот все мероприятия проходят или во вторник, или в среду, смотря как вам написали, мне написали в среду. Тут же написано, когда вы посещаете вот это вот наказание после школы. Тут стоит очень интересно, написано, не работайте, типа, не получайте зачетку. То есть, по-любому надо работать, я еще не знаю, что там может быть. Дальше моя подпись и неважная какая-то информация с подписями. У вас, наверное, возник вопрос, что я такого сделал, что получил настолько жесткое наказание, а не просто предупреждение. Короче, дело было так. Мы, во-первых, делали временную линию Холокоста. То есть, надо было отмечать даты, и мы это делали на протяжении двух дней. Я еще в первый день со своими коллегами по группе, мы работаем в группах из четырех, это сделали еще в первый день. Дальше мы писали сочинения и уже в тот момент проверяли на ошибки с помощью специальной программы. Я это уже все сделал, все ошибки исправил, сдал. То есть, у меня уже все, нечего делать. Мы вчетвером решаем, так как телефоны доставать нельзя было бы еще хуже, мы решаем зарубиться на школьных ноутбуках в игры. И, короче, я в самом невыгодном положении сижу. А у меня, у учительницы английского, есть ее ассистент, который ходит, проверяет работу, как все выполняется и так далее. И, в общем-то, по сравнению со всеми предыдущими днями, он очень сильно прокачал свой скилл невидимости. Буквально на носочках прокрался в наше логово. Так как я был на самом видимом месте, он из ниоткуда появляется сзади меня и говорит «Лэптоп ин хэнд». Понятно, что значит ноутбук в руку, что, конечно же, я и сделал, и так я получил это наказание. Я вообще без понятия, что там будет происходить, но должно быть интересно. Я решил, почему бы вам не показать день моего наказания в американской школе. Первый раз получаю. Не знаю, будем унитазом мыть или нет, но должно быть интересно. Джанка освобожденный добирается к скейту. Все, закончились мои мучения. Я-то думал, там будет по-нормальному полы, унитазы мыть, все как обещали. А на самом деле вы просто приходите или спите, или говорят выполнять домашнее задание. Но представляете, целый час делать домашнее задание – непосильная задача. Я думаю, все со мной согласятся. Поэтому я взял книгу, положил туда телефон, взял наушник, который не видим со стороны преподавателя, вставил и смотрел YouTube целый урок. Так делали многие. Некоторые решили отоспаться за, видимо, вчерашний день и прям легли спать. Там оставалось пару человек, которые до сих пор лежали. Их, наверное, разбудят потом, потому что когда мы ушли, они еще оставались спать. Но вроде бы там надо получить несколько таких вот замечаний часовых, чтобы потом получить одно побольше, там какое-то серьезное. И уже на второе или третье, которое посерьезней, уже тогда вы начинаете мыть там полы, все дела, отрабатывать общественные работы. А так пока что типа по-детскому. Скейт зарядился на 75%, можно выезжать. Когда темнеет в 7-7.20, это вообще просто шикарно. Я долго ждал уже такой погоды. Вон, даже кот рад. Я, кстати, недалеко отсюда, где-то неделю назад улетел со скейта. Вот вы можете видеть, типа такой вот канавы. И тогда как раз прошел дождь. Я был на скейте не с большими колесами, как этот, а на другом. Короче, ехал, подскользнулся. И там была просто вот куча грязи. И я туда влетел, еще поцарапался. Там еще какие-то камни были. Все себе разодрал. У вас может возникнуть резонный вопрос. Куда я это собрался? Ускорение! Отстрелы! Свою Теслу я оставляю здесь. Идем. Заходим в самый крутой павильон. Здесь Apple. И здесь где-то переходники. Я, насколько понимаю, оригинального у них такого нету. Я еще здесь посмотрю. Идем в неоригинальное. Ядрен батон. Посмотрите. 30 долларов. 2 тысячи рублей за маленький проводочек. Переходник на один разъем. Жесть. Для сравнения вам. Один проводочек. Просто проводочек. За 30 или за 60. Всего в 2 раза дороже. Считайте 2 проводочка. Или накопитель на терабайт. Снова таки. Apple гнет. Точнее, те, кто продают продукцию для Apple. Гнут. Цены нереальные. Я сделал то, что называется магия мыслящего человека. 10 долларов на Амазоне стоит примерно тот же переходник. В 3 раза дешевле. Вот что значит погуглить. А за 30 долларов я сделаю такое, как я сделал на химии. Вы видели. Еще туда вилку прилеплю и будет работать. Короче, вы сами все видели. Поэтому вилка, батарейка, изолента для закрепления момента. И будет идеальный переходник. Слышали, как велик на бензиновом двигателе поехал? Такие в школах делают. Очень часто. Сам видел. Только что получил сообщение от домашней Верховной Рады. Попросили заехать в магазин. Я думал еще в Старбакс заехать, но решил вернуться до темноты. Поэтому только в магазин. Я приехал в магазин Спраут. Это магазин органических продуктов. Я, кстати, вам его еще не показывал. Так, мельком, может, пробежимся. Свежая выпечка, вы можете видеть, близится к 300 рублям просто за чиабатту. Тут всегда супер свежие морепродукты. Сейчас возьму гребешков. Конечно, дорого, но они такие вкусные. 10 долларов за 450 грамм. Вот, тут есть еще салман, что переводится по-человечески как лосось. Есть вот тунец и всякого интересного, свежайшие. Вот такие они американские супермаркеты. Особо ничего не купил. Вышел на кассе 40 долларов. Вот так всегда и происходит. Обычно даже стоя вам скажу по секрету. Разве что я взял попробовать. Они сразу на месте готовят суши, упаковывают. И вы с собой берете. Поэтому я могу просто их сложить в рюкзак, довезти домой. Все поедят. Будет круто. Только из-за этого и взял. Прям свежие, вкусненькие. Упаковали, сложили. Красота. Оп, прыжок. Какая горка. И чё, опа, полетели. Доставка еды на дом. Все, я добрался. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Именно он. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok